Ом Шакти, семинар Таравидья, почитание тантрической Махавиди, богини Тары и ее десяти форм. Это будет дистанционный семинар, на котором будут преимущественно медитативные практики и чтение мантры богини Тары соответствующей формы и Будды. После чтения мантры Будды выполняется медитация. Понятно, у людей разное время, сколько может, но это делается каждый день. То есть каждый день читается мантра Тары, каждый день рисуется новая янтра магини Тары. Это все будет дано в методичке янтра, мантра и гинба-гинь Тары соответствующей. И необходимо будет выполнять все эти практики для того, чтобы достигнуть максимальной эффективности в медитации. Есть целая моя книга про медитацию. Соответствующий день богини Тары, которые будут это богиня Угратара, Маха Угратара, Ваджа Тара, Тамешвари, Нила Сарасвати и Чамунда. То есть эти формы, которые будут им читаться мантры, им будет соответствующая янтра. В день этой формы богини Тары необходимо медитировать так, чтобы янтра находилась в поле созерцания. На время семимара максимально идет пратьяхара, то есть максимально идет уменьшение активности в социуме. В самом зал медитации, это то медитативное пространство, где должно выполняться только медитация. Для усиления этого пространства в этом зале располагаются кристаллы. Включаются свечи, запаливается благовоние, включается кварцевая лампа, приносится чистая вода, приносятся цветы божества. И устанавливается алтарь из восьми форм Мурти, этих богин Тары и их янтар. Возле этого алтаря располагаются такие кристаллы. Это все усилит медитацию. Но вот это чистое медитативное пространство, оно необходимо. Но кто-то для того, чтобы медитировать, он уходит в горы. Горный воздух действует на медитацию. Богиня Парвати, это богиня горная. Поэтому медитация происходит тогда, когда есть вот этот горный воздух внутри йогина, благодаря пранаяме, благодаря асанам. То есть в медитации делается ситхасана, поза свободная, или подмасана, по возможности. Но все медитации выполняются сидячими. Но минимум, чтобы в день человек проводил где-то час медитации. Так же самое читается час мантра. Далее, мантра читается с выполнением ньясы. То есть ньяса будет дана в методичке. Как она делается, показываем, кто не знает, покажем. Ньяса делается при чтении мантры. В свечи зажигаются, зажигаются боговония при чтении мантры. И, соответственно, мантра читается там, где находится муртий соответствующей богини. Далее, богиня Тара, та есть Тара Пуджа. Тара Пуджа начинается в полноумии. Полноумие Будда просветлел. Это проявление Шивы по отношению к богине Тары. Шива, как таковой, по отношению к богине Тары, это Нила Канха. А синий горло, тот, который выпил я от Кавакута. И его кундалини горло, она достигла макушки, превратилась к кундалини в Сахасрара чакры. То есть кундалини Шивы, медитация происходит после того, как человек выполнил асаны, у него будет поза, пранаяну, у него будет прана. И прочитал мантру, у него будет освобождена Вишудха. Для Шивы медитация – это боженство. То есть так же самое, как и для Будды – это то высшее боженство, для которого он достигает просветления. В начале семинара каждый читает обещание Бодхисаттвы достигнуть просветления. Где Югин отождествляет себя в момент семинара с Буддой, и он носит свои ритуальные одежды. Женщина же, она отождествляет себя старой, и она употребляется образу богини Тары. Пусть, не отделяясь от просветленного настроя, я буду упражняться в просветленных практиках и крепко держась за всех Будд, перестану совершать негативные действия. Пусть исполнится желание Бодхисаттв для блага всех существ. Пусть все существа обретут счастье, которое желают им помощники Будды. Пусть все существа будут счастливы и всегда остаются пусты в низшие миры самсары. Пусть исполнится все пожелания Бодхисаттв сверхуровней. В момент семинара богини Тары эффективность глубины погружения в медитацию достигается в том, что хотя бы какое-то время в день посвящается медитации. Какое-то очень время, день мантры. Если человек, возможно, он может нарисовать янтру, то тогда он может нарисовать, это тоже является проявлением медитации, созерцания. Тогда как медитация Будды совершается в состоянии прямого осанки, закрытыми глазами, находясь в состоянии созерцания света или кундалини-шакти, или чакр, или то задание, которое ставится на медитацию. Какой-то день делается концентрация на свече. То есть концентрация на свече делается открытыми глазами. На уровне вытянутой руки ставится свеча. В какой-то другой день идет концентрация на точке, это на бинду. В какой-то день делается концентрация на цветке. В один из дней, в самого всеми раз, совершается ягья. И участники этой виртуальной ягьи, они пишут свою санкальпу. И также в момент проведения ягьи читается мантра, как выживательно. Действие силы, мантры и медитации, вот это поле участников, оно происходит тогда, когда синхронизируется их время и параллельность действия. Тогда возникает переживание вот такого виртуального передачи шахти энергии и мудрости. Потому что суть Тары достигнуть мудрости. На определенный момент день делается, идет безумная мудрость. Безумная мудрость, это момент, когда человек идет по одним правилам, потом он резко разворачивается и нарушает эти правила. Но делает это по законам Дхармы, по законам ритуала, по законам тогда, когда внутри него находятся духи Баги и Тары. Был идет такой поклонник Бамакшепа, и он не поклонялся таким образом, как проведение такой сатвической фуджи. Он, наоборот, на нее гневно кричал и находился с ней в очень близких отношениях. Он переживал ее не только через медитацию и мудрость, а также самое через ее проживал как любовь, как в хакте. Это такой тантрический подход. И мудрость этой Багини и Тары мы видим, что она вся залита в красную. У нее рот покрыт красным. То есть ее речь... То есть ее речь это кровь. Багиня Тара любит красное, поэтому ей подносят красные цветы, красную одежду. Красный предмет. В определенный день, день милосеросвати, человек придерживается молчания. То есть он молчит целый день, молно. Ну вот из таких, я думаю, практик, все дни практики проходят по возможности для этого человека в его ритуальных одеждах. То есть он максимально сконцентрирован на пристроении медитативного пространства. Помещение туда себя, как личности, истирание этой личности, превращение ее в мудрость Будды и Тары, которые находятся в Явьюме, в единстве. То есть вот этот десятый день, он будет посвящен единству Будды и Тары, Явьюм. Тот, кто не имеет практик Тантры, он придерживается Брамачарья, по возможности. То есть это тоже будет способствовать углублению медитации. Если же человек практикует Ламачару и знает, тогда он может придерживаться любого режима. При тантрической практике почитания Махавиди у Гратары идет вот это нарушение норм, выход за пределы. То есть когда возникает суровая такая проверка или дхарма, где практика, она становится для человека, как бы такой работой, переходит в блаженство. И человек понимает, что он концентрирует свое сознание на просветлении, на личности, на образе просветления, как Будды и Тары. Если это он делает сильно, то оно в него уходит. И он его начинает отражать, как зеркало. Но в любом случае человек, по возможности, в генитаре подносится воздержание от алкоголя и выпивание чая. Но в какой-то день, да, идет Угра, и этот человек подносит богине Таре вино. Это Махогра Таре. Это Джата Тара, да, это богиня Тара с одним волоском. Вот в этот день особенно идет, мы делаем обязательно практику концентрации. Или на свече, или на точке, или на цветке. Дальше мы все эти дни усиленно изучаем четыре буддизма. То есть четыре школы буддизма имеют разные свои практики. И те практики, которые пособствуют к просветлению, они есть в буддизме, их следует рассмотреть. А также рассмотреть тех святых, ну, буддистских, которые достигают, как они достигли просветления. В обязательном порядке, или в желательном порядке, послушать книгу восемьдесят четырех Махсихов. Дальше каждый день мы будем похвастать одну главу йоги Васишхи. И разбирать эту главу с точки зрения медитации, с точки зрения тантры. Ну, вот такая основная, скажем, программа. Далее необходимо, чтобы все участники были в скайпе. Идет обсуждение опыта медитации. Тут человек делится своими впечатлениями, как для него проявляется Махавиддиотара. Это Нивасарасвати. То есть, где Нивасарасвати, человеку надо обязательно поделиться опытом. Что он прожил в своей медитации, что он осознал, что он понял. Ну и, естественно, идет диалог Гуру. То есть, Гуру тоже участвует в этой беседе. Далее читаются мантры Богини Тары. После того, как читается 108 имен Богини Тары на санскрите с переводом. Они будут присоединены в методичке. Их тоже желательно читать каждый день, перед мантрой или по возможности. Также будет гимн Богини Тары. В день Нивасарасвати вы обязательно читаете гимн, посвященный Богине Таре. И Тара Упанишат. И одну из тантор обязательно, которая посвящена Таре. То есть, вы ее самостоятельно читаете и слушаете еще лекцию. То есть, каждый день идет лекция наставлений. И слушание этой лекции желательно и обязательно. Есть три янтры Богини разновидности Тары. Они разного цвета. Но Нивасарасвати, соответственно, связаны с синей янтрой. Есть зеленая Тара. Соответственно, есть полностью там, где доминирует зеленый цвет. Есть Тюгра Тара или Махогра Тара. Это янтры красного цвета Тары. И в янтре Каджаты доминирует черный цвет. А вот там, где присутствуют янтры, там должны присутствовать и Муртии. Там должны присутствовать и Упачары. Там должно быть чистое место. Возле этого места, естественно, будет сильная медитация. Ну, для Богини Пороти сильная медитация будет в пещере. Для Шивы сильная медитация будет тогда, когда она высоко поднимается в горы. И там находится в уединении. Поэтому человек в эти дни придерживается не уединения и ухода внутрь себя. Экаджата – это бандиня, в которой вы можете поднести завязанные глаза. То есть есть день провести с повязкой на глазах. По-моему, я посвятила всем вопросам семинара. КОНЕЦ КОНЕЦ